Всем привет! С вами снова Филранис, мы продолжаем прохождение третьего Ведьмака. Как я и говорил, мы с вами сейчас отправляемся в сам Новиград. Искать корабли, встречать старых друзей, слушать городские интрижки. В общем, в городе много чем можно заняться. Там, конечно, еще где-то в пригороде один заказик есть, но давай. Насколько я помню, здесь где-то наши кореша живут. Уже, наверное, не здесь. Так, вижу кузнеца знакомого, кстати. У нас есть что им продать? Стоп. Херовая, херовия. Окей, что продадим. Что здесь варенье? Я распожился, что это меч работы Ходори. Карантин качества. Вот скотина. Что тут у тебя? Риданские вареньки. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Кладгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов сорок будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвар Ходори. Ха! Вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Риви. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно. Ты хоть иногда куешь что-нибудь? Ах, откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но, грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Ван Хорн. Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента-ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, ё-о-о. Сколько же тебе тут мечей? И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить. У другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу. Вел переговоры. Только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака. А в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты... Помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу. В качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Я так понимаю, это большая шишка в преступном мире. Да, а к тому же он в ссоре с Тесаком, покровителем Ван Хорна. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкаю тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет у журавля в доках. Блядь, сейчас на задании-то, а на какой уровень? Двадцать четвертым, не одиннадцатый. Блядь, пиздюли и получу. Хотя, ладно, пойдемте получим. Мне кажется, я помню это задание. Это как раз-таки я тоже проходил на несколько уровней ниже. Ничего, прошел. Ну, был геморройненько. А ты не встрывай между водкой и закуской. Не твое это дело. Давай, уматывай отсюда. Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили. А сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровый. Сука. Мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. Давай. Ни одного удара не получил даже. Благодарю за помощь. С этим сбродом иначе нельзя. Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде. Ну, я здесь по делам. В таком случае, удачи. А, подожди. Ты помог мне раз. Может, захочешь помочь и другой? На этот раз не только за спасибо. Чем дело? Я не охранник и не наемный убийца. А мне ни тот, ни другой не нужен. Я просто приглашаю тебя прогуляться. А если по дороге что-то случится, тогда тебе, возможно, придется поработать. Что скажешь? Да пошли, чё? Бабки гнусны. Буду идти в шаге от тебя. Держи меч наготове. Разумеется, просто на всякий случай. Да, да. Ну, конечно. Я всегда так хожу на прогулки. Чё-то мне нравится он, блядь, какой-то культикантер. Держи себя прилично, приблога. Это Новиград, а не твоя доманная пещера. О, ба-ба-ба-ба. Не думай, добрый бы из тебя вышел моряк. Так херма воплёт. Оу! В смысле его уже в билетов валили? братой эти люди тебе мне кажется я сейчас его потеряю один кажется сказал что покровители тебе не помогут во что ты впутался ну скажем так я нашел определенную нишу которую намерен задать ты опоздал скажем так по дороге у меня возникли непредвиденные приключения но сейчас мы можем перейти к делу и это главное а это еще кто мой садом я всегда беру его с собой он приносит мне все мы с гэмджи только не надо мне тут этих шуточек ясно добро давай к делу а то нас тут зима застает у меня есть четыре квартой сразу еще две на подходе если ты не врал насчет спроса я гинтер делавирак никогда не нарушаю слова я раздал прошлые четыре кварта без всяких проблем люди куда больше но этому еще увидим за последнюю партию ты должен пять тысяч крон мы договаривались на четыре тысячи я не люблю ловка чей не пытайтесь меня обмануть это попробуйте ведьмачьего клинка правда меня не интересует кто кому и сколько должен но этот человек мне платит так что я не хочу чтобы он объединял ведьмак не ведьмак со всеми нами тебе не справиться хотите проверить худой мир лучше доброй ссоры пусть будет четыре тысячи и пойдем отсюда вести с вами дела исключительные удовольствия что ж все вышло лучше чем я мог ожидать ты нагулялся да а вот и твоя плата один вопрос кому ты продаешь фишки у меня множество знакомых высших слоях общества они требовательные и хорошо платят на фиштер должен быть самого лучшего качества приятно было познакомиться надо ментам сдать добрый бы из тебя вышел моря 10 монет серьезно как моментам сдать пацаны пусть отсидится ехать наркотой торговать ой ладно дубинки интересно так нам нужен кузнец причем кузнец я помню что этот хороший я у него по моему что-то делал на спине колча по кайфу так все медитируем как медитирует то что был как стемнеет ну примерно вот до сих пор погнали торчок а вот здорово приветствую это здесь привет ведьмак немного дальше ты готов веди отлично сюда человека короля нищих зовут жесть что-то о нем знаешь немного его легко рассердить так что оторвусь осторожно он нам нужен больше чем мы да 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 помнят дерьмо сейчас придут гномы и будут давать им пизделей да 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 ладно отступать уже поздно и должен был прийти один это кто такой заботливый друг ах да добро значит так шеф говорит раз уж идти на открытый конфликт с тесаком это тело должно окупиться у нас одно предложение торга не будет ну попробуй нас удивить постоянные поставки железа будут вам стоить 50 процентов от дохода мы дадим вам 25 кто такой чтобы ставить условия королю нищих 35 мое последнее слово 25 процентов и не больше и скидки для вас в мастерской это из пятил продюга ничего не выйдет пойдем ребята ладно мы примем ваше предложение но может может тебе уже пора домой эльф согласен приятно иметь с вами дело 6 6 что-то тебя переклинило по пьяни это территория тесака нищеброд что нам делать зараза это еще кто люди тесака быстро он узнал нет что нам делать ой ё по мать так это стоит пока окей ну нормально сейчас убьем на всякий на всякий форма я очень видимо достанет и ей так серебряный стальной а а а а а а Жалкое зрелище. А так? Ага, он не падает. Тогда лучше огоньком. Давай, челик, нормально. Сейчас вдвоем порешаем. Что, драться расхотелось? Да, попробуй со мной. Подожди, тут такие, блядь, клинки. Тоже такой снаряк-то бросает. Нормально. Ты себя прилично приблудишь. Осторожно. Вдруг они и так тоже. Осторожно. Вдруг они и так тоже. За мной. Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Может, ты дашь нам кого-нибудь в охрану? Несколько говнюков тесака выжило. Так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет. Так что на вашем месте я бы залег на дно. Хоть на время. Спасибо тебе, жесть. Рано или поздно начальство договорится. И вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Сразу. Эй, подожди! Удачи! Катари, подожди! Удачи, на очко подсел, что ли. Дашь цена 2 выше. Еще 20 крон. За то, что чуть не сдох. Девочки ходят, я смотрю. Катари, ты там? Отвори! Ним жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Мидин Вайерне! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Зновато раскаиваться. Король Нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. Где я тебе возьму охрану? Где? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Осетре. Это старый пират со скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь? Мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так. Вот жопа. Так, окей. Но вот это я уже не помню, что мне сейчас надо с этим челиком делать. Платить ему мне не очень хочется. Еще мне по деньгам. А, ну в принципе, ладно. Три царя. Лучше не вмешиваться. Ебать копать. Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Давай. Ну что ж, как угодно. Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Шукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем. Внутри поговорим. Геральт, что тебя сюда привело? Я ищу охранника. Ты не интересуешься? Почему нет, если есть деньги? Вот прям сейчас нету. А, значит, бардер. Я тебе, а ты мне. Который, я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Взять мне денег, дон. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? Мне уже домачтые эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и ладно. Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез с Сан-Скеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Ну, ща ему медоварницу разнесу, да. Как отсюда выйти, то я не пойму. Какая-то таверна с подвохом. Выход хер найдешь. Патрома и ужина не отказывай. Мечи! Здесь вообще не запомогут. Блять, мне тут не выход. А, нет, значит, не это. А, здесь еще и заказики есть. Прикольно. Двадцать пять. Ну, пошли вы. Я вам лучше помогу, если ничего не дам. Пропустите меня. Ну, мастер, вы бы лучше за словами-то следили? То, что мы с вами одного ремесла? А, еще не значит, что вам все можно. Тише ты. Еще беду нам накличишь. Это же ведьмак. Да ну, блин. Ладно. Успокойтесь, мне хлопоты не нужны. Вот вам на выпивку. Ну, вот это я понимаю. Сахалая солидарность. Выпьем за твое здоровье. Хуй с ними, пусть бухают. Я должна отдохнуть. Умарилась, бедная. Лишь бы не размаляться от такой погоды. Заказ потом сделаем. Пока давайте дорешаем вопрос с кузнецом. Кто внизу? Утоптся, что ли? А, бандос. Вечер в хату. Арестанты. Ахер, бутылку подобрал непонятно. Ну, ладно. Не надо ничего, мастер. А что мне сейчас это делать? А, сначала убедить. Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дела не ведут. Передаю, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. Из-за чего вы поссорились с Сукрусом? Я, видишь ли, решил возить сюда мед. Гиблое дело, скажу я тебе. Такую пошлину тут захерачили, что у меня аж яйца сжались. Вот я и заплатил этой деревенщине по договору за вычетом пошлин. Скорее, на Скеллиге вырастут... Знаю, знаю. У меня нет времени, прощай. Убей сегодня! М-м-м... Блин. Можно было бы поменять, чисто под квест. Но мне не хватает немножечко опыта, блин. Так. Нужна капелюшечка опыта. Может, в подземелье сходить. Кого-нибудь там ёбаную уху капнет. Есть кто? Походу, нет никого. Ещё и заперто. Так, где-то здесь задание видел. Может, за него удастся выручить. Не понос так, золотуха. Ведьмак? О, ты верно пришёл по объявлению? Не вполне. А в чём дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то Азамаре. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да никакую попала, а чёрную. Самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами всё и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну а теперь-то я всё изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надёжное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака, спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Аринбьёрном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где чёрные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Легче не стало. Блин, чё, придётся на заказ сделать? Я не вижу никакого другого кипиша. Окей, вижу. Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его. Сожжёт. Очистит. Огонь осветит. Сожжёт. Очистит. Узрите. Все пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костёр. Ты будешь гореть медленно. И молить о смерти всеми голосами сразу. Как все боисти. Я не сделал ничего дурного. Ничего. Я просто хотел жить, как вы. Помогите, люди добрые. О, это ж добрые. Надеюсь, Дуду им не попался. Так, что у нас по заказам? Неуловимый вор. Красное развлечение. Вот это помню. 15 уровень. Бля, ну я надеюсь, хватит. Давайте его пахнем. И ветер. Дом с привидением. А, вот, ещё дом с привидением потом сделаем. Полезный. Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята, как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот, эти убитые выглядели именно так. Сперва поговорим о плате. Я знаю, сколько стоит моя работа. От стока. Может, ты себе цену знаешь? Но я знаю, сколько у нас денег. Стражники люди небогатые. Ммм, а скажем вот так. Уже лучше, но все равно многовато. Как ты заебал. Уже лучше, но все равно многовато. Блядь, давай, вот так. Хотя, что я там, бля, выиграл 11 монет. Пожалуй, столько я тебе заплачу. Если ты все сделаешь в лучшем виде. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Нормально, сейчас апнем левел. Вкачаем еще раз обман. Поставлю обман в ячейку. На ебу того кузнеца. И все будет прекрасно. Ты медик. Чем могу помочь? Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Ты видел на телах следы когтей или клыков? А, клыков когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Там, по-моему, сукуб будет из борделя. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены. Но, может, они пытались поймать чародея? И тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание. Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Отличные здесь медики. Без заебов, бля, без денег. Сразу просто взял и помог. Потому что может. Побольше бы людей таких было. Куда спешишь? Не лезь ты его под меч! Нет! Зараза! Тело нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы? Подкованные сапоги стражников. Неинтересно. Ну вот, пожалуйста. Еще один страшило. Фу. Следы ребенка? Сразу. Много тут народу ходит. Да, точно. Сукуп. Чутки следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. О, кажется, я не стану. Да, да, да. Сукуп. Сейчас у нас будет выбор. Либо сказать и просто, типа, сдрисни с города. Либо убить. След ведет к хромоножке Катарине. Он полный из-под духов. Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? на территории. Катарине. Тут человек очень странно себя ведет. Где я? Все в порядке? Я ведь был в этом доме. Вон в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может, у вас суку почерпало? Надо как-то проникнуть в это время проверить. Нужен ключ. А, можно через крышу? Залезть только. Эта дама кажется недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что, жухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Оставьте ее. А по какому праву ты будешь нам приказы выдавать, а? Пойдем, Радка. Ведьмаку убить, как глазом моргнуть. Выдыхай, все кончилось. Хм, кончилось? Разве что для тебя. Ты-то уйдешь, а я останусь. И они тоже никуда не денутся. Ммм. С этим я уже ничего не смогу поделать. Тогда зачем вмешивался? Ты прогнал этих мужланов не ради меня. Решил почувствовать тебя справедливым и благородным. Рыцарем на белом коне. Так ведь? Иди, Вадгерн. И помни, нам не нужна твоя жалость. А доехал с тобой. Чтоб тебя на кастре сожгли. Так. Может вот сюда? Что здесь делает, если так можно выразиться? Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмак это? Без тебя должно быть. А денежка какая-нибудь найдется? Вот она. Кто ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Какой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому? Я не привыкла врать. И не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Ничего себе она мне меч подгнала. Спасибо, мать. Пусть идет. Сукубы, это хорошо. Если вы понимаете, о чем я. Так, ладно. Незаграждение пойдем заберем. А что за меч это дали? Какой-то могрим. Херня. Может 500 монет стоит, нормально. Страшников убил Сукуб. Сукуб в Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, Сукуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательства. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Есть. Отлично. Так. Дополнительное задание. Доброводец. Вот это. Мечи и вареники. Так. Вкачиваемся в обман. И обман, наверное, вместо огонька пока бахнем. Отлично. Ничто не причиняй. Еще какое-то задание. Что случилось? Что стряслось? Островитяне за скеллиги заняли хромоножку Катарину. Как это заняли? Побили корчмаря, выгнали девушек, пьются вчерашнего дня. Вроде бы добычу какую-то захватили. И обмывают. Ну да, они же островитяне. Зато ты, господин, на порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. Ах, ну ладно. Посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Ох, бля, делаешь одно задание, параллельно еще десять. Очень жаль, приятель. Но придется себе поискать другое место. Сегодня это заведение в части Келлиги. А мне кажется, что мы в Новиграде, а в Новиграде соблюдают Новиградские законы, которые вы как раз нарушаете. Это как это? Нам что, выпить спокойно нельзя? Развлечься? Иди отсюда, мужик. А то сейчас на себе почувствуешь, что такое гнев война с Келлиги. Нет у меня времени препираться. Давай решим это по-быстрому, вдвоем. Что такое, сука? Чего вдвоем? Ты меня что, на прогулку пригласаешь? О, сука, дерзкий. Нет, Болтус, я вызываю тебя на поединок. Если я выиграю, ты заберешь своих приятелей, и вы все уберетесь отсюда. А, как бы сразу и говорил. Морду набить, это я всегда с удовольствием. Давай-давай. Дохлик. Ладно, ладно, хватит с меня. Клянусь сиськами, Фрейр. Быстро я протрезвел. Ребята, выходим. Пойдем развлекаться куда-нибудь еще. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Спасибо, спасибо за помощь. Одни мы бы с ними не справились. Мы не богатые, но, надеюсь, этого хватит. Похуй. Вам деньги больше пригодятся. Благодарю. Такие как ты возвращает мне веру в людей. А поэтому я пойду для подчередного мужика. Так. Не, а что там брать-то? По-любому, я не знаю, монет 10. А, 15-го мне все-таки дали. Ну, а так бы 2-20. У меня от пяти монет ни холода, ни жарко. Привет. А мы это пальмы выросли. Денег для сухруса. Да, я знаю. Скорее на скеллиге пальмы вырастут, чем я заплачу этому проходимцу. На скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрасу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрасу. Может, а кредитив у Вивальди, да? Так я уже бегу. Отлично. Так, надо мне мой меч починить еще, Ну ладно, этим я сейчас, может быть, между сериями займусь. Сейчас доделаем это задание. Так, а где он тут? Вот это, что ли? Привет. Салют. Как там дела, гераль? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда. Золотой ты парень. Ну так что, кому звездюлей-то ответить? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомый. Эй, ворхаттори, эльфишка-то? Он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что? Ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграбе. У-у-у, это дело хорошее. Раз уж ты за него вручаешься, друг, то почему нет? Заберу только пару ребят и можно идти. Четко. Так, ну и все, возвращаемся к Хатори. Еще 10 монет дали. Кайф. Блин, нормальные доспехи запасы. Вроде есть какая-то пещера на около Кайр-Морхен. Там мастерские доспехи волка. Ой, ну блин. Да теперь я туда попаду, непонятно. После скеллиги, по-моему. Че такое? Яички появились. Дверь-то открыл. Привет, Хатори. Вижу, Сукрус тебя уже нашел. Вы договорились? Привет, Геральт. Да, мне пришлось отпустить ему несколько топоров по оптовой цене. Ну да что там, спасибо. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Да я угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутуешь? Я уже понял, что когда ты говоришь одолжить, то имеешь в виду украсть. Обокрасть вора не грех. А что? Та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч. Доспехи, требушеты, катапульты. Ну хорошо, катапульты будут утопцы в ебашь. Я соглашу, что это безумие. Как ты себе представ... Скалат Ван Хорн находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. И вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. А что ж такое-то, блядь? Ладно, давайте добьем этот квест уже. Пошли, братишка. Привет. Здорово, Гераль. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху на шатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со Ситром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Так стемнеет. Там и увидимся. Логично. Только по ночам шароёбимся. Один раз я буду за тобой приглядывать. Так. Кстати, у нас там по идее кое-что ещё очнулось. Открылась по идее ещё одна ячейка. Вот о чём я и говорю. Обману похеру. А вот огонёчек. Можно лучше сюда воткнуть. Так, а вот это на каком на 16-ом откроется? 15, 18, короче, несколько уровней я нихера не поимею. Будем тогда что-нибудь тут качать. У меня будет этот вихрь качнуть. Можно вот отражение стрел например бахнуть. Так, алхимия меня вообще не интересует. О, мутагены есть, прикольно. Малый красный. Мутаген из волковака плюс 5 каратаки. То же самое. Мощь знаков увеличивает. Окей. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада и мы сразу двинемся. Ничего себе, Трис разыскивает. Заперто. Здорово, пацаны. Опять этот ебанат. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолёт, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Летить, колотить, хватит вздор понести. Я ж его знаю, это же ведьмак Геррайт. Что слышно, сударь, ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь всё ясно. Господин Краснолёт, не слушайте его, зачарует он у вас собачьих хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина, Зигрина, мой кореш. Уматывай отсюда, пока я добрый. Быстро! Абра-кадабра, чары-мары, фокус-фокусу. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Яргон Зигриан передаёт привет. Только во имя Рундурина всё не выносите. Ну, мигом, а я пока в нужник отойду. Дождь цена... Где тут материалы? Сука, сейчас всё спичу. Гажется, здесь. Всё выносим на 200 монет. Хотя, чё тут, блядь, на 200 монет скот маленький? Действительно воняет на шатырём. Теперь всё. Осталось только дать сигнал. Всё? Небогато. Ты что, не знаешь, чей-то складка злоём? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хатори говорил. Он же вроде с ясаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я всё понял. Ну, ты меня и разыграл. Так вас Хатори послал? Сраный нелюсть пожалеет, что его мать пуповины неудушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Давайте, зарубок. Руки просят моего зятя свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё, герач с нами, грёбаных Норлинга. Давай, Геральд, вперёд! Бей их, Сукрус. Всем пизды надеем. Тирша! Давай! А, мы на мечах. Бля. Да, никого мать. Скотина! Держитесь вместе! Держись вместе! Это meine С арю ,rousа, прячьzogen, прячь Paulaеттогла, суть За которым язвantes форматaderцовepapы. Давай! dарвira! С fille! Держись вместе! Держись вместе! Фуф com он его отpo 911. Держись 750GM! а есть и зачем нам все это было надо ну конечно мир где тракар который меня сшит не хочу портить вашу семейную идиллию но что мы будем делать с ван хорном а свезем его на скиль пока он не прочихался не будет он вам больше гадит а там глядишь может и дело какое развернем только ящики сперва надо хатуре это верно мне к нему тоже надо бы заглянуть мне там меч обещал все-таки все нищеброды 4 монет всего ну серьезно здрасьте драться захотелось даже вот так не будет в любом ни хера нет создать клинки высочайшего качества отлично чё-то танцуешь там что-то здорово братан приветствую эйвар гера живое здорово он самый у тебя все в порядке лучше и быть не может после того как уехал ван хорн тесак потерял всякий интерес к мечникам снова можно ковать мечи и не бояться что мастерскую спалят я рад а я так как рад мне больше не нужен сокрус я могу посвятить себя любимому делу спасибо ведьмак теперь то ты выкуешь для меня нечто особенное разумеется конце концов мы же договорились заходи через несколько дней за новым мечом ща приду невозможно ты так давайте-ка еще денечек мотнем ну и вот так здравствуй эйвар здравствуй геральт чем могу помочь меч сделал мой меч уже готов смотри и восхищайся вот это все меча меч действительно стоило ждать спасибо эйвар это тебе спасибо за все меч из-за обрезков ну да хорош так ладненько дальше расхламляться будем следующей серии ну и по сюжету надвинем а сейчас с вами был фил ранис всем пока и до новых встреч